На три дня Новоуральск превратится в самый танцующий город Росатома. К нам приедут гости из многих городов, территорий присутствия и вместе с нашими ребятами сразятся в настоящем танцевальном батле, а также поставят музыкальный танцевальный спектакль. Это проект школы Росатома «Танцующий город». Его мероприятия пройдут в Новоуральске с пятницы по воскресенье. Подробности далее. В проекте школы Росатома примут участие 84 ребенка, 10 команд из других городов, в присутствии госкорпорации и 4 новоуральских команды. Это команда Центра внешкольной работы, ДК «Новоуральский» и танцевальный коллектив «А-2». Итак, что это за проект? «Танцующий город» объединяет творческих ребят, которые встретятся в Новоуральске для участия в танцевальных батлах, мастер-классах от именитых хореографов, а итогом проекта станет постановка самими ребятами музыкального спектакля по повести Владислава Крапивина. И вот здесь всех участников ждет настоящий сюрприз. О нем пока никто не знает. Мы привозим внучку Крапивина. А я, наверное, не сказала самого главного, что пластический спектакль, который дети будут танцевать, они будут танцевать по повести Крапивина «Дети синего фламинго». Поэтому мы привозим внучку Крапивина, и она будет давать мастер-класс. Она очень интересная девушка. Помимо занятий, мастер-классов, всех участников фестиваля конкурса «Танцующий город» проекта Школы Росатома ждет увлекательная экскурсия на автобусах по нашему городу. Пять локаций, пять знаковых мест, историю которых расскажут ребятам-экскурсоводы Новоуральского музея. К примеру, аллеи молодежи, скверы института МИФИ, бульвар Фоменко и другие. Надо сказать, что впервые проект Школы Росатома «Танцующий город» пройдет в Новоуральске. Победители конкурса фестиваля ждут призы. А мы напоминаем, что Новоуральск будет танцевать три дня с пятницы по воскресенье с 6 по 8 декабря. Альбина Евсеева, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.